Друзья, ну вот у нас праздничный день сегодня, так что всех мужчин мы поздравляем с этим праздником мужским, с Днём Защитника Отечества. И неважно, собственно, служили вы или не служили, ну всяко в жизни бывает, но всё равно вы наша опора, наша защита и, в общем, вся надежда, конечно, женская на мужское плечо в основном. Вот, поэтому всем вам желаем крепкого здоровья, главное, вот, и чтобы, как сказать, всегда в лучшее вы верили и всё было у вас всегда хорошо и удачно получалось. Тогда и, в общем, женщинам рядом с вами тоже будет хорошо. Вот, ну у нас дед тут собирается шашлык печь, прошмугнул. Вот, хоть у нас и очень морозно. Сейчас пришёл, говорит, Байкала, жалко, холодно. Вот, ну ладно. Сейчас скажу, сколько градусов, 26, 27. Утром было 31, но ещё и ветерок, я смотрю, качель-то, смотрите, у нас покачивается, о, какой ветер, видите, раздувает. Здесь она ощущается, как на 39. Соседи у нас что-то баню сегодня с утра топят, вон что творится, видать, хотят тоже протопить. Мы вчера топили-топили, в итоге, ну, в такой, прямо скажем, не шибко жарко и мылись, потому что поздно затопили, надо было на пару часов раньше. Ну, и так уже поздно пошли, ну, в общем, так. Ну, ничего, ладно, вымылись и ладно. Сойдёт, надеюсь, сейчас будет потепление уже, к марту всё-таки движемся. Так что, на 8 марта будет уютнее шашлыки печь, но сегодня где-то у нас заморозится. Да, это уже тепло было, 12 градусов. Вот, опять такой резкий скачок будет. Вот, ну, что ещё сегодня мы успели? Я, в общем, успела, пропылесосила всё, наверху занималась тоже приборкой, ванну всю. Отмывала до чего там, в общем, вот так. Такие дела мелкие, поливала цветы, вот. Вот эти вот 2 часа вот так вот и провели за уборкой. Здесь достала вчера рыжики, маслята уже отваренные в морозилке, достала, в общем. И это обжарили со сметаной. Ну, если чем-то, раз достала, надо, думаю, надо что-то сделать. Что-то я сегодня хрипла. Там мясо? Нет, это не мясо, грибы. Положите тебе грибов? Нет, пошёл уже. У него уже всё, угли готовы. Ты угли-то нашёл, где поставили, да? Угу. Вот, Матвей сегодня помогал, дрова приносил. Да чего ему? Что-то не бегать. Алёша управляется, по-моему, до сих пор. Вот, такие вот у нас сегодня дела. Тут косточку варим. Главяжье мяско какое-то тут тоже плавает. Ну, это уже, наверное, на завтра обдерём. Потому что сегодня, наверное, шашлыками наедимся до сытов. Шесть килограмм должно на всех хватить точно. Вот. Больше даже не знаю. Новостей сегодня вроде нет. Настроение какое-то не очень сегодня, конечно. Что-то я вчера, видать, простыла. У меня опять ухо вот это вот наружное. Нерфу тут какой-то больно нажимать. В общем, из-за этого портится настроение, что ухо что-то опять подтокивает неприятно. Что-то ведь забёрзло вчера. Тоже уже было холодно. В город съездили, у меня ноги прям промёрзли. Да потом ещё к Бабелюси пошли. У Бабы Люси тоже холодно. И мне и там не отогрелись. То есть там ещё часа полтора, наверное, сидели. И всё с холодными ногами. А потом, видать, ещё в баню сходили. В бане тоже не шибко жарко было. Что не прогреешься. В общем, подпростыло моё ухо. Оно у меня как хронически уже всю зиму. Вот как только чуть-чуть, и оно начинает подтокивать. Я его начинаю греть. Подогрею. Но не внутри, главное. Снаружи нерв какой-то у меня воспаляется. Вот. Сейчас будем резать огурчики. Вчера купила, зашла специально на рынке, чтобы вкуснее были. Раз уж шашлык, думаю, беру, надо огурчики. И помидоры какие-то ташкентские взяла. Вот один большой тут такой. Остальные такие. Поменьше, не знаю. Вроде, ребёнок ел в эфиртах вчера. Нормально? Понравились им удок? Нормально, ненормально? Попробуем потом. Вот. А что касаемо посадок, то это мы сейчас вот пообедаем. Тогда будем ближе к вечеру начнём. Посеем перец и баклажаны. В принципе, немного надо. Мы где-то, наверное, корней 40 перца насеем и баклажанов, не знаю, ну 20, наверное, не больше. Больше нам тоже ни к чему. И все дела. Тут бабушка пособирала семена с этой, с ягоды Годжи. Вон они какие-то малюсенькие семена. Повымывала их из ягодок. Хочет тоже посеять. Вот такие дела. Так что будем этим заниматься после обеда. Сейчас, слава богу, прибрали. Главное, что мне надо ещё будет гладить к вечеру. В школу-то наглаживать. Я им всё перестирывала в этот раз. И джинсы, и всё. Ещё и глашка будет. В общем, работы ещё много сегодня. Ну ладно. Пошли, в общем, дела делать. Салати буду делать сейчас. Всё, шашлык у нас готов. Салат. Осталось только поздравить наших мужчин. А их вон сколько у нас. С праздником. Здоровья всем пожелать. И шашлыки покушать хорошо. Спасибо. Всё, с праздником. А деду надо налить. Деду налили. Налили уже. Фронтовые 100 грамм есть. А бабе надо ли зубом-то, не знаю. Сейчас подумаем. Для дезинфекции это надо. Ладно, ладно, сейчас нальём ей что-нибудь тоже. Ну давайте, всё. Отмечаем. Ну что, друзья. Телевизор сейчас сидела, смотрела, потому что гладила. А так мы всё посадили сегодня. Всё стоит, всё греется. Вот. На подложечке смотрите на делах. Как я тут всё расставила, всё рассказала. Там вот. Нагладила целый чан белья. Всё, школу перегладила. В общем, что-то устала опять. Завтра уже на работу, да. Так, ну пойдёмте, я вам покажу. Кое-что. Ну в смысле, что меня спрашивали зрители. А именно спросили про... Что-то Света опять не хочет включаться. Про облепиху. Ёлочку спрашивали. Я обещала показать. Вот. В общем, смотрите. Сюда в класс я вытащила вот эту одну штучку. Один стаканчик. Вот. Одна, потому что взошла. А все остальные вот так в стаканчиках пока стоят у меня дома. Тоже рядом с батарейкой. Греются. Ну вот пока взошла только одна облепиха. Поэтому, не знаю. Будем ещё ждать. Наверное, ещё рано. Кстати, многие сегодня пишут, знаете, что про баклажаны с перцами. Говорят, мы неделю назад посадили, они не взошли. И вот, ну, девчонки, рановато. Рановато ждёте через неделю. Ну, это, знаете, в самом прям идеальном случае они взойдут. Если там и температура, и всё им прям подойдёт. И семена свежайшие, и всё. Ну, как сказать, не свежайшие, но лучшего качества, да? Вот. Только тогда зайдёт. Вот. А сельдерей у меня тоже сходит потихоньку. В принципе, я говорю, мне его много-то и не надо. А так, если считать. Ну, вот, смотрите. Вот тут вот уголок хорошо взошёл. Видите как? Вот тут. Маленько подсмыло, что ли, мне тут семена снегом-то. Вот. На всякий случай ещё я раскидала. Этого самого Албина. Кстати говоря, я соврала. Я вчера сказала, что этот русский размер зашёл. Нет. Зашёл парижский гигант. Вот. Неплохо. Видите, как вот это вот. Парижский гигант. Считай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть штучек здесь. Вот. И неплохо. Даже лучше ещё, по-моему, зашёл Албин. Сейчас его посмотрим с вами. Вот он. Видите, Албинчик. Раз, два, три. Так вот ровненько взошли. И тут, видимо, опять подсмыло в край, видите. В край маленько тоже взошли. Раз, два, три, четыре. И тут маленький ещё пятый. Вот. Ну, то есть, семь здесь, семь там. Мне вот вообще, если я их все рассажу, всё нормально, то мне за глаза будет этих сельдереев корневых. Потому что, говорю, мы его так, постольку, поскольку едим. Вот. А эти пока сидят. Это у меня вот тут как раз-таки, наверное, русский. Да, вот это русский размер. Что-то пока сидит. Старый, что ли, семена? Не знаю. Ну, будем ждать. Будем ждать. Я их то на батарее вот сюда поставлю. Но сегодня что-то вообще такой дубак на улице, что по-моему они это. И что на батарее, что без батареи. Поэтому я их на свет вытащила сегодня. То туда, то сюда, то погрею, то обратно. Тут вот один он какой-то. Не пойму, что ли. То ли трава, то ли. В общем, ждём. Это которые Максим называется. Может, они попозже зайдут. Вот. А баклажаны с перцами ждать через неделю. Ну, я говорю, если в идеальном условиях, может быть, и зайдут. Но ведь то одно, то другое что-нибудь помешает сходом-то. Поэтому не расстраивайтесь. Ждите ещё хотя бы неделю. А иной раз приходится и три недели сходов ждать, если холодновато. Так что вот так. Холодно. Что-то Алёша своими делами какими-то сегодня занимается. Не знаю, что он там. Работает. Наверху делает чего-то. Я тут своё, он своё. Ой, а вьюжит как. Смотрите. Вот не только что холод такой кусучий, но ещё и ветер. Как ребятишки на каток сходили, я не знаю. Но они сходили всё равно. Собрались. Пошли. Ну, наверное, с часиков не было. Пришли. Не знаю, промёрзли, наверное, опять все. Ой, не представляю. Я говорю, мне что-то вчера проморозило. И сегодня половина головы прям болит. Ладно. Пойду я сейчас ужинать. Ну что ж, уже 6 часов без 15 пошла и ужинать. Сейчас сяду. Матвей поел уже. Шашлык дожаривали на сковороде. Который сжали лимоносед, как сегодня. Мы его весь съели в обед. Вот, а сейчас дожаривали на сковороде. И это Матвея уже мы накормили. Ещё маленько, да, осталось. Ну вот, мужикам-то хватит. А я что-то хочу сейчас творогу поесть. Ты не хочешь творогу? Можешь замесить творогу? Или ты грибы ел? Мелкие только. Нет, я не грибы. Не хочешь? Да, а не можешь жевать. Ага. Ну, творог здесь взбить меленько. Взбить мелко. Ну вот, сейчас мы с бабушкой, в общем, полегче что-нибудь. Так наелись этого шашлыка от души. Ну, такой вкусный засол получился. Ну ладно, бабушка, в общем, звонит. Брату моему поздравлять будет. Ладно, в общем, друзья. Так что вот дела идут сегодня. Что-то я говорю, голова какая-то больная. Сегодня то ли действительно резкое потепление завтра будет. Или что? Ну, я плохо себя как-то чувствую сегодня. Вот именно в этом плане. Какая-то... Это самое. Какое состояние? Кто его знает, от чего. Так что... И снимать неохота. И может настроения нет еще, что завтра опять... Сейчас надо идти с ними, опять смотреть и в сумке собирать. Если что-то, уроки какие-то делать. Это вообще... Может из-за этого плохое настроение. Не знаю. Что опять надо на работу. А еще что-то отдохнуть не успели. На ярмарку хоть сегодня ни на какую не поехали. Алеша меня отговорил. Говорит, да что там, говорят, люди пишут, что ничего хорошего. Зачем мы, говорит, поедем? Ну, я говорю, ну и правильно. Что нам ничего там не надо? Я говорю, все, есть, ладно. Следующий раз. Лучше на Вайлберис хорошее одеяло. Если надо будет, так подберу. Мне надо... Это... У Алеши тонковато. Она опять, думаю, к лету дело идет. Может быть, к зиме купим. Да и у Фадея тоже тонкое такое одеяло-то. Уже... Они же сейчас как делают? На год хватает. А потом они... Эти одеяла сами с собой как-то слеживаются. Не пойми, что получается. Не скомкиваются, а вот именно слеживаются. Вроде сначала воздушно и тепло. Потом оно тоньше и тоньше. И как тряпочка становится. Вот. Такие дела. Ладно. Все, пошла. Сейчас я поем. Так, ну что, друзья. Все, мы уже... Заканчиваем ролик сейчас с вами. Потому что уже вечер совсем. Собираемся в школу потихоньку. Бабушка и у нас сейчас осталось кино смотреть внизу. А мы наверх все ушли. Сейчас уроки сделаем. Да и... И спать ляжем. Вот так вот. Если что-то есть, посмотрим сейчас. Вот такие вот. Сегодня выдался день. Перед работой настроение всегда плохое. Перед рабочей неделей. Потому что опять завтра будет много всяких дел. А что-то отдохнуть, говорю, как-то опять не удалось. Когда уже каникулы будут, непонятно. Да? Еще недели три нам точно работать будем. Вот. Такие вот дела. Ну ладно, друзья. Давайте до завтра тогда будем прощаться. Надеюсь, завтра будет получше настроение. Что-то сегодня... Вроде и праздник, и как-то не празднично вышло. Не знаю, почему. Погода, наверное, меняется. Ладно. Давайте всем еще раз желаем всего хорошего мужчинам. Чтобы все у них получалось. Все было у нас в порядке, да. В стране и в мире. Так что... Давайте. Держитесь всем. Всем здоровья и удачи. И все. До завтра. Пока-пока. Пока-пока.